Это видео предназначено только для Ульяны. Другим смотреть категорически запрещено. Уль, я хочу немного дополнить вчерашнее видео. Все, что вчера я говорил, это все так и есть, но еще легкое дополнение. И, значит, для того, чтобы, как бы, сейчас ты в такой ситуации, что нужно просто-напросто какое-то время пережить вот этот вот отрезок времени, пережить с наименьшими потерями для себя и с наибольшей выгодой. И, в принципе, единственное, что в этом случае можно делать, то это совершенствовать себя энергетически, духовно и вообще со всех сторон. Также, кстати, неплохо поддерживать и тело в нормальном, в таком тонусе хорошем. Так вот, чего я хочу сказать, что нужно всегда всему радоваться, но чтобы, знаешь, чтобы как бы не шокировать других, то потому что на первом этапе это кажется, что как будто это какая-то, можно сказать, даже шизофрения или еще что-нибудь. Ну, человек, для нормального человека, это непонятно, как он может все время радоваться. Это невозможно. Столько, особенно, которые большинство людей закомплексованы, то они вообще думают, ну, жизнь это такая сложная штука, это очень, там, знаешь, жизнь прожить не поле перейти, там, нужно там узнать кого-то, чтобы сесть путь соли. Все-таки, знаешь, поговорки мудрые такие, как считаются, люди думают, что это невозможно, чтобы было все время хорошо. И чтобы, ну, им просто-напросто на данном этапе развития их не объяснить этого, что когда хорошо, это нормально. Они считают, может, наоборот, хотя, естественно, не могу говорить за всех, и поэтому кто-то считает, что хорошо, кто-то считает, что плохо. Но суть не в этом, а в том, что для того, чтобы не шокировать окружающих, нужно также продолжать бороться за справедливость, там, за какие-то, вот, допустим, что-то там, что не нравится, отстаивать свои права визуально, потому как, но знать, что на самом деле твой дом – это то, где хорошее. В смысле того, что жизнь получается как театр. А вот, допустим, жизнь театр и какие-то ситуации, происходящие в жизни – это спектакли. Но на самом деле, когда ты делаешь, вот, допустим, спектакль, идешь, как бы, можно сказать, на работу, в какую-то ситуацию попадаешь, и ты играешь роль. Ну, играешь роль, там, кремень, там, допустим. Вот, почему это так, нужно делать вот так, там, что-то такое. Но все равно, вот, отыграла свою роль, и возвращаешься домой, делаешь медитации, делаешь прогонку энергоканалов. Ну, вот такие вот вещи, что я тебе, в принципе, и говорил. И это не будет никакой раздвоенности или чего-нибудь такого, это все ерунда. Дело в том, что нужно понять, что жизнь, то есть, нужно ни в коем случае не врать себе. То есть, у тебя в душе должно быть все время хорошо. А на виду ты можешь быть любой. То есть, допустим, ну, вот, ну, какой хочешь. Можешь там уступать всем, наоборот, может быть доброй, может быть злой, может быть умной, может быть глупой. Но в душе нужно всегда, чтобы было хорошо. И только тогда, когда ты не будешь себя обманывать. То есть, конечно же, обманывать вообще никого нельзя и не нужно. Потому что обманывая кого-то, ты просто-напросто обманываешь опять же себя. Но играть роль, которая нужна в этом театре, в этом спектакле, очень даже нужно. Во-первых, очень такая интересная есть прища про трех, про четырех квакушек, лягушек. И сейчас она будет на этом, на экранчике. И вот она. И там говорится, что вот людям не обязательно. Дело в том, что люди находятся на разной ступени, степени развития. И им некоторые вещи могут быть абсолютно непонятные. И для того, чтобы сохранить какую-то атмосферу хорошую, допустим, в каком-то обществе, в котором ты, допустим, сейчас находишься, то нужно играть роль. Да? И в принципе, я так думаю, что это хорошо. Но две очень важные вещи. Никогда никому по-настоящему не желать зла, и плохого, и не делать зла. И чтобы все время было в душе хорошо. Вот эти вот основные вещи, их нужно всегда придерживаться. Я думаю, это будет то, что надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!